Всем привет из ледового центра Красная Звезда! Сегодня я, Кирилл Сафронов и тренер Сергей Волков, покажем и расскажем вам о таком элементе скоростно-силового катания, как смена направления движения лицом вперед! В современном хоккее успех во многом зависит от умения игрока менять направление движения из стороны в сторону. Такое умение называется латеральная мобильность. Игроки в динамике изменяют направление движения справа налево и слева направо, выполняют зигзаги, перешагивания в боковой плоскости, двигаясь лицом или спиной вперед. Это не только делает игру более зрелищной, но и является основой для обманных движений. Нападающий может двигаться в одну сторону с переносом ноги, например, левой через правую, показать защитнику, что собирается продолжить движение в эту сторону, а потом резко и неожиданно уйти в противоположную, меняя направление перешагивания. Во всех ситуациях смены поперечного движения при перешагиваниях игрокам приходится добавить еще один. Третий шаг к обычной двухшаговой связке. Третий шаг нужен для того, чтобы нейтрализовать ступню, вес тела и исходное положение виража по кривой, а также, чтобы подготовиться к движению в другом, новом направлении. Для нейтрализующего эффекта игрок делает шаг, возвращая ногу из крещенного положения, ставит переносимую ногу в сторону и занимает двухопорное положение, расставив коньки. Только после такого нейтрализующего шага игрок способен оттолкнуться и начать движение в новом направлении. Третье отталкивание всегда нужно выполнять внутренним ребром того конька, которым игрок оттолкнулся при первом отталкивании. Фактически, третий шаг отталкивания идентичен первому. После третьего отталкивания игрок переносит вес тела на тот конек, который при обычном перешагивании был бы внутренним коньком. Это тот конек, на котором в обычных условиях игрок выполнял бы скольжение на внешнем ребре. Однако при данном маневре внутренний конек опускается не на внешнее, а на внутреннее ребро Кроме того, третий шаг это широкий шаг Конек становится на внутреннее ребро под острым углом И вес игрока полностью перемещается на эту ногу Поставив конек этой ноги под острым углом и полностью перенеся на него вес тела Игрок имеет возможность моментально сменить направление движения следующим шагом В этом и состоит ключ к овладению латеральной мобильностью Всем спасибо! Обязательно оставляйте свои комментарии И увидимся в следующий четверг на Звездном Льду!